Вот вода, как только нацистая. Она постоит, маленько пожелтеет. Не боитесь отравиться? Еще раз. А как она боится? Двумать, смертям не бывать. Одну не миновать. Так что можем попить. Делает глоток и рискует вновь стать клиентом инфекционки. Месяц назад житель Заринска Анатолий Шадин отравился водой из колонки. Своей H2O у него нет. Из колонки вожу эту воду. Вот 60 бутылок здесь. Когда три, когда четыре. А когда была заготовка продуктов, салонина, все, уходило до 10 бутылок. Нет воды и у соседей. Три года назад здесь по губернаторской программе 80 на 80 наконец начали строить водопровод. Построили, но трубы до сих пор обезвоженные. Люди не вытерпели. Кто-то сам построил колодец за 35 тысяч, кто-то ждет дождь, чтобы помыться, а кто-то отправляется за ней в путешествие. Четыре бутыля с собой беру по 19 литров. И вот так вот два-три раза в день. Достаточно. У меня плюс еще скотину ее. Этой же водой приходится поить, потому что у меня в колодце нет воды. Пить мы уже попаем. Сколько уходит в месяц? Ну, по-разному. Бывает и две и две с половиной тысячи уходит. Длина нового, пока бесполезного водопровода почти 7 километров. 20 миллионов тендер на проведение работ выиграла барнаульская компания «Строймастер». Выиграли они 16 июня 2017 года. Начали копать 5 августа 2017 года. Начали копать. Копали, копали усиленно, быстро копали. Все. Мы так радовались, так радовались. Все, зима, ничего не осталось. Началось лето. Нету их. Нету, нету. Мы знаем даже, что прораб ушел в отпуск. По словам жителей, вернулся подрядчик на объект лишь в августе 2018 года. Работы продолжились, продолжились и странные действия. Кто сдал? Кто, говорят, не сдали. Даже в январе они вытаскивали еще вон там, например, колодцы и вставляли новые. По контракту должны были выполнить в течение 10 месяцев. Подрядная организация у нас к указанному сроку контракт не исполнила. Были выявлены недостатки. Недочеты были в основном связаны с герметизацией колодцев, с герметизацией стыков труб, с установкой пожарных гидрантов. Те недостатки, о которых говорит сегодня администрация, они не касались, значит, компании «Строймастер». Они касались именно дефектов, которые на сегодняшний день, значит, которые на тот момент были обнаружены. То есть замечание, например, чтобы вам было понятно, вода в колодцах. Вода в колодцах и должна была быть, потому что он был построен в болоте, а разработана была документация для строительства в сухих грунтах. А документацию предоставила администрация города изначально неверную. Это доказала независимая экспертиза. Власти пообещали скорректировать проектное решение по колодцам, но обещание утонуло в них. Работа в мокрых грунтах, значит, она существенно дороже посметной стоимости. А проект был бы не 20 миллионов стоил, а стоил бы 28. Подрядчик подал на администрацию в суд, так как ему пришлось потратить около 3 миллионов собственных средств. Чиновники тем временем до сих пор ищут арендатора на построенный водопровод. А жители продолжают мечтать, чтобы вода перестала быть роскошью в их домах. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. День с толком.